привет друзья привет привет сегодня у нас необычный гость в общем я честно говоря был инициатором понять эту тему потому что после съемок боевых ботаниках по поводу уличных драк там была передача и в одних в коментах я прочитал да и конечно хорошо вы там поспрашивали но грубо говоря спортсмена но по большому счету спросите того кто действительно специализируется на драках и жизнь такой представила случай я представляю майкла вот значит на самом деле это тренер мэдмакс доджо по йоге нормально это тренер мэдмакс доджо по йоге когда они представляли внимательно посмотрел на его лицо увидел большое количество шрамов но но ничего не сказал а потом случайно когда в алмате были как раз вот на концерте басты выяснилось что миша охраняет васю и как бы мы сидели я смотрю первым майкл ты чё такое вообще как вы и выяснилось что он знает много такого интересного что мне захотелось его пригласить в передачу и пообщаться вот на тему как бы вот я знаю бой как бы одну сторону боя да когда ты готовишься к нему ответственный старт ты готов выходишь и сражаешься иногда приходилось где-то драться ну как всем ребятам в россии такого нет но вряд ли есть такой парень который может себя назвать парнем который ни разу не дрался да ну а есть люди которые как бы специализируются совершенно в другом вот и майкл показал мне несколько своих так сказать боев но это были совсем бои с нашей точки зрения это там 50 до 50 100 до 100 вот такие бои вот она и по поводу книг сразу скажу а я сегодня взял подумал что альтернативную совершенно тему представить вот есть такая книжка тренировочная зона эту книгу написал пол тренер уэйт он написал о системе физической подготовки без штанги без тренажеров вообще без всего что мы привыкли а вот если ты допустим остался один четырех стенах как вот этот вот ой и он общем ну грубо говоря в местах не столе удаленных он разработал целую систему а также там сохранена система тренировок со своим весом и я нашел эту систему очень интересно потому что 6 упражнений начинается с того что берется какой-то вообще совершенно не не уровень и заказать тем что подтягиваешься на руке отжимаешься на одной руке вниз головой отжимаешься без опоры и так далее в общем очень рекомендую тут 10 этапов и есть несколько продвинутая техника тренировочная зона 2 и калистеника как это что за издательство какой-то питер очень короче издательству питер я рекомендую стать нашим спонсором я вас рекламирую вообще я столкнулся сталкивался с групповыми драками мало больше с групповыми понтами это когда у нас взвод на взвод там бляхи но до такого массового побоища не доходило единственный раз я своими друзьями которые пришли некоторые уже из горячих точек мы шли ночью пели и кому-то не понравилось как мы поем и в общем на нас в разобрали лавки и ребята с кусками лавок полетели на нас и а я уже был в сборной приехал в белом пиджачки это знаете как-то проститутка на отпуск в отпуске что блин опять станки кругу и тут драка блин после турниров так ничего не хочется я увидел как это все работает бежит один я не помню наверное саня баженов мой кореш лепшим фсб бежит дергает первого просто из равновесия выводит 2 его на четвереньки 3 с ноги убирает и вот такая карусель групповое взаимодействие да и они даже не говоря они с разных совершенно подразделений с разных войск просто ну друзья с детства но каратэ там вообще никак я просто подходил из локтя пачкал свой белый пиджак вот это мне запомнилось но я просто ошалел они как карусель прошла приехала милиция и говорит мы говорим вот напали не горит кто на кого напал как они на вас напали если они вот такие вот это но это неожиданная для меня драка я к ней совершенно не готов как каратист они как спец свои подразделения там они это знают взаимодействие но просто в групповой драки понты групповые да мы все участвовали а вот как именно построение драки 5 на 5 10 на 10 я хочу дополнить что всегда когда начинается что-то подобное драки ты думаешь ну наверно драки все-таки не будет да сбок пронесет но вот интересно психологии человек который знает что драка будет по-любому потому что но по любому будет не будет не этот решимости конечно удивляет расскажет пожалуйста вот но немножко вот то что можешь рассказать то что имеет смысл рассказывать ну я расскажу то что я с уличными драками это вообще моя специализация так скажем в жизни была до определенного момента давай так ты же к ним как-то ты к ним пришел надо я вот хочу и как бы последовательно с этого начало то есть просто я жил в таком районе чертаново да северно-южно все знают то есть я помню что до девяносто шестого года у нас там ходили в кирзачах фуфайках и дрались и подшли район район я помню нас были два квадрата мы дрались с соседним квадратом и вдруг оба квадрата мы объединялись ходили на китайку там китай китайская стена вот то есть первый мой такой более-менее опыт так скажем групповых массовых драк но пришел оттуда ну то есть там было словом все прямо такие вооруженные а серьезно все возраст какой мне было 15 лет 15 лет и только в пту поступил ну то есть и как-то там но старше нас особо не пускай потому что можно было грехти лопатой ломан еще чем-нибудь вот черта да ну такой хороший райончик началось у меня вот лично мое да так скажем посвящение во все это когда я я же рэпер с детства слушаю люблю сейчас это относится так о рэп это круто даже скинхеды слушают рэп у них есть свой рэп да там правые левые серые бурые малиновые вот а тогда это было четко разделение что рэп музыка черных они не могли вообще воспринимать то есть я когда выходил из подъезда то есть у меня был целый процесс то есть я дома одевался в цивильное у меня в коридоре было спрятано широкие джинсы кроссовки там все вот эта рэперская трибутика то есть я из дома выходил переодевался выходя из подъезда я уже мог грести от кого-нибудь только за широкие штаны ну потому что там и чё все ты обосрелся обосрелся то есть вот в таком формате это все выглядело вот и а так как я не люблю себя давать в обиду воспитывался в таком жестком районе где там учили так что ну за слова спрашивать за слова спрашивать что не давать себя в обиду то есть что страшно прослыть трусом чем там допустим получить по лицу но не струсив постоять за себя как вот те кто думал что в москве все как бы фантики и бантики вы глубоко ошибаетесь есть нормальные пацаны москве получилось так что где там познакомился с рэп тусовка был такой сначала клан night soldiers типа наш вариант вот там клана да типа вот танк клана то есть это такие взрослые вот на два которые поставщина тусовались на пушкинской или то есть вот там я прошел посвящение такое прям максимально то есть она же нас приезжали бить сначала все подряд это было ваше рэперское лунное место лобное место находилась на пуль на пушкинский вот вот у этого памятника пушкина мы все тусовались все будет каково 96 95 на что банк за вас подраздачу попал когда в москву приехал до меня скины налетели за то что в бейсболке шоу вот видишь так что я случайно на твоей стороне оказался случайно вот так вот 14 лет не очень хороший да вот развязывает языки так сказать спасибо но вас сначала просто били просто приезжали но как пытались мы как-то пытались объединиться тоже там дать отпор но в большинстве случаев мы просто грибали ну то есть это мы не передумал быть рэпером ну не знаю у меня это правда или нечистоте а за дело нет но просто я любил во первых рэп мне очень нравится честное слово то есть как-то я так прям вот ты можешь и зачитать что-нибудь могу да как не зачитаю еще что-нибудь есть у меня там свои текста вот но и суть в чем что и у меня но и с другой стороны ты прав у меня мужское вот это самолюбие как так я не могу делать то что я могу ходить в тех штанах у которых то есть я демонстративно рожден свободным дачу живу свободному свободного девиз правильно да согласно вот и получилось так что я даже вот принципиально ходил только по рэперскому только домой когда к бате возвращался переодевался в подъезде вот если дом еще что он коренной чертами дарова он вынесло у меня был опыт и я не знаю папа только не смотри пожалуйста я прихожу домой пьяный просто напился так что у меня проснулся дух войны я вот кто-то здесь открывая глаза лежу просто в кровати не понимаю что произошло я помню что я вот это вот жест и познаешь там кто здесь все у меня папа тоже зашел по-царски к этому сразу это вот чьё категория сейчас видишь завариваться где вы вообще научились сначала вы огребали да и была соединиться но не не шибко по но ну как ты там все равно тату совка которая приехала они уже были объединены у них как бы более-менее своя там на движение там еще все с разных районов с разных районов но еще и при этом возраст возрастная категория то есть мне было там пятнадцать им уже по семнадцать они все старшие уже пьют курят и и женщину многих были уже к тому времени где девушка я имею девушки там у кого-то мы такие ну то я вот в патру только учился там только вот это выбрался в центре своего чертана думаю господи как круто получилось так что был такой район на кутузовской девятка назывался мы туда периодически приезжали то есть я ездил по всей москве меня уже так к тому времени очень хорошо плотно все знали что я там хулиган не люблю панков не люблю скинхедов бью 1 потому что ну тоже не охота получать вот и там создалась такая организация войти мукланд называлась войти мукланд а то надо этого оказалось а night soldiers ночные солдаты это старшие а это мы так понимаешь мукланд считалось что мы раз появились ниоткуда и а там получилось как то есть я ездил по районам везде там на хулигане здесь на хулигане там а скинхеды приходят и как хулигане приезжал и читал рэп до приезжала читала получалось так что вот я иду раз в широких штанах а там скинхеды о привет я банк сразу в нос и побежал они там рэпер нам в нос дал знают в том районе они все там ошиваются приехали такого то знаете не знаете бам подставляла случайно так получалось на ты где-то тренировался специально или ты просто street fighter больше уличный чем я тренировался в детстве у меня папа тренер был как-то ну там я шикарка шитака шитака но он там ну да то есть это определенные так тренировался что когда мне я имею ввиду когда у тебя вот у тебя эти постоянные стычки по вечерам ты шел бил мешок там бросал не ничем олене ничего просто ли не ленился видел нос и бил в него просто примерно прямо ну как бы база у меня все равно каратиста хорошо вот была у тебя база ты пришел залупился да вот трое на тебя летят что ты делаешь держусь ну хорошо но их трое это же не как один на один опыт в страну то есть у меня как бы так за все нам этот опыт и интерес сложился но я просто знаю что в первую очередь когда допустим происходит вот трое на меня нападают во первых не дать им меня обступить за спины не зашли ну то есть не дать меня вступить и все время двигаться но при этом двигаться в таком направлении чтобы они друг другу мешали и бить самого наглого самому первым бить первым всегда бах отбежал бах второй раз баг взял что тяжелый как дал то есть но такие принципы двигаешься двигаешься и кирпичом по голове стукнуть не зазорно и по яйцам ударить кстати короночка на самом деле жизнь когда и в пальцем в глаз ткнуть тоже честное слово хорошо ты всех этих побил подставил все хорошо оставила вот это что прикол расскажу тоже так немножко этот фирус джубаевич и такой может вы помните тоже есть каратист он сейчас ушел в бокс с головы вот однажды на рамсанул на дороге и выскочили три мужчины кавказской национальности и и бита пошла в ход и в общем он говорит я с перепугу поставил руку мне потом показывал руку и чувак попал не толстым краем а он видно под пирог шел и короче и бита сломалась говорит вот допс моральный дух бойцов а я потом показывал руку такая рука реально после этого как бы я еще одному дал в табло тот упал и они подумали что это серьезный парень какой-то ну его нахрен пытались что-то там качать подъезжали но а драки драку решили эту замять да тоже расскажу про другу у меня друг костя савченко сейчас батюшка он у него там свой приход все ну мы в м училище учились он поехал домой взял у меня мучайки положил их пакет целлофановый и на районе там на него наехали вот и он не даст ну как он знал что у него есть оружие но достать не успел и он короче стал их бить пакетом ну прямо как пакете в пакете да просто стал драться а потом сказал и те таки ты чё такой дерзкий он такой я горит ничего не придумал я сказал я куртия знаю тетки а так бы сразу и сказал а вообще не мой район просто фамилия фамилия такая что тебе наверно кто-то так что иногда в групповой схватке можно еще немножко и обману подерзить да вот именно не но это уличная драка когда там двое-трое нападать это такая тема вот такого футбольного по-другому вообще по-другому ну давай в нее как то вообще попал ну вот я говорю то есть я там тусовался рэперы создали как-то в свое время там возьму клан там до плательный тусили ездили какой-то вот 96 по 98 ну где-то 2000 там первый второй а где там футбол затесался а футбол затесался просто это все потом спустя какое-то время трансформировалась футбол то есть он постепенно параллельно нашему движению развивался то есть были рэперы были скинхеды и был фанат около футбольная и они вот там развивались них тоже происходило определенной трансформации потому что до определенного момента они дрались дубинками пряжками кирпичами ну всем подряд а потом а убийство группа ну по мнению просто били чем по ну прямо да вот хорошо там толпа на толпу вот и соответственно там самые непримиримые там враги там до основные были спартак и цска вот то есть они прям дрались по-серьезки а ты за кого я за циска то есть я попринимал участие в каких-то там акциях так бы сказал а потом уже но я вырос просто мне уже старый больной и мне больше йога интереснее вести какого года 80 то есть мне уже 36 ну хотя шкура как говорится буграми ходит то есть просто сейчас полиция как-то активного чего не стал это внимание вы расскажи о правилах о том как все это как забиваются к нам управиться вести как там выжить очень как-то победить расскажи все так всего это я уже сказать не могу конечно же не в двух словах я конечно расскажу то есть как это происходит да во первых допустим существует банда там у каждой банды есть определенное название у них тоже существует определенный рейтинг да то есть вот у спартака у мяса да так скажем есть там две-три фирмы которые на определенном уровне так сказать как у нас ветераны юниоры и взрослые да если первая лига да есть высшая лига бойцов это считается там мысль вот все те кто в премьер-лиге то есть нам нужно соответствовать соответственно а ты в какой лиги дрался понял давай-ка сузим вот мне интересно нас пятеро и в 10-15 как бы ты нас построил ты с опытом мы без опыта не зависит я понял как нам действовать и нам пришел заводить да что мара как этот самый как так я сейчас объясню иначе как вы смотрите если грубо говоря происходит забивная драка да то есть забивная стрелку за беда одинаковое количество бойцов обязательно то есть не может быть такого что там вас я 1010 научилась вот нет сейчас я подождите объясню правило тут был вопрос 10 и 5 да то есть вот при этом мы не подготовлены почему вот если бы мы с тобой мы всегда готов ты готов ты один около футбольщика а пошли макс я еще почему ребят нас пятеро мы драться можем но не умеем в арехе защищу примать участие рассказал я не буду называть про очень известного бойца микс файта того начала вот того микс файта еще питерского помнишь этот да вот и один мне майкл рассказывал что такой известный боец в принципе суровый даже как с ним здорово что не очень приятный такой в плане именно принимал участие достаточно быстро на там и его выступление закончилось вообще другая тема нет но просто сейчас я вот изначально да вот возьмем бойцовские качества то есть я грубо говоря уличный боец я как бы не люблю там себе ярлыки навешивать но просто по такой теме что вот когда я выхожу на улицу я всегда готов к тому что может произойти драка то есть если я не готов ну зачем мне туда выходить образом то есть это мой мир мою мое окружение всегда готов я всегда готов то есть я примерно понимаю что я могу обрести в любой момент в любую секунду это вот с рэперских штанов началось реверский до переодел одежду ты уже журецки на шкуре получил или отдал вот есть вот такая вот и мы да ну то есть моя задача пройти то есть пункта а в пункт б но быть готовым в процессе где-то давай решим нашу задачу но вот ты вот нас четверо мы драться умеем но в группе не дрались вот у нас черных 10 так агрессивных если это будет около футбольщики нет по странам если это честно говоря не кривя душой если будет против пятерых 10 короче около футбольщиков на хана без вариантов без вариантов без вариантов без вариантов забьют забьют прям полноценно хорошо с чувством с толком хорошо новкой еще будут глупиться над каратэ прям ну и шире за но пройдет но я говорю просто что там там же тоже люди понимают кто а кто они вообще как они они занимаются шатаканом потому что говорят нету длинного боя только влетают дай мне в табло и выскочила это это как сказать одевать этот клуб по увлечениям это вот мое хобби образно говоря да то есть это то в чем я себя могу проявить а у тебя были принципиальные враги вот ты видишь а вот это сейчас до сих пор они есть разгаристый список из пяти человек которых я прям вот целенаправленно на улицу увидишь будешь драться или только только в этих тяну то есть на уроку есть такие понять не но как сказать уважение на конечно то есть мы не будем избивать друг друга то есть да там я у меня там даже есть друзья из противоборствующих так скажем банк с которым я принимал участие мы с ними дрались и меня если короче вот пять человек образно да и 10 около футбольщиков по-любому забьют а если это может спасти только если это будет в помещении и как бы мы более-менее понимаем что их не впустить вот то есть если в помещении то может быть вывезем я же меняем задачу это не около футбольщики это бы глядник так это какие-то пришли давай сейчас тебя будем нарезать нам морду бить но это не около футбольщики они тоже они не коллективно а ты вот как умеешь ты нам говоришь так ребята и нашел это и наши задачи вот смотрите вот мы допустим втроем остаемся а вот эти двое должны вот так вот заходить по-любому и работать а если их отожмут но там нет вот задача в чем то есть мы вклиниваем все постоянно сюда 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 то есть поздравить до активно двигается ты шевелимся моя задача сложа слаженно шевелимся то есть не дать разбить нашу тройку образно говоря то есть это либо в таком порядке либо вот в таком порядке а эти просто растягивать все равно на них больше чем один побежал нет нет задача в чем то есть мы допустим вот как они построились ну вот они кучи да там валились на вот ну важно кучей все то есть мы прям вот вклинились раз вклинились чуть-чуть раз отошли назад понял опять вклинились опять отошли то есть такая бороться тут вообще нет именно вы именно растягивание не коня именно растягиваем групповой драки борьба не канает но это и сада нас больше потому что борьба это вот я один раз у меня был такой опыт что я когда ввязался с одним борьбу мне не получилось просто на руках выиграть я начал бороться не подбежал кто-то сзади в затылок два раза стукнул я открываю глаза уже все закончилось такую драку допустил да такую драку проспал и я еще там пытался что как не в основном это работает вот таким вот образом потому что ну во первых если есть хорошие ударники если есть хорошие ударники то их задачу все время как бы ну то есть вот таким вот образом цепляет но просто в допустим вот мы раз вклинились но они же не могут да там все внимание там то есть вот допустим если они слаженно работают она в любом случае хана потому что они вдвоем одного прибили вдвоем второго вот с этим еще будут возиться но если мы грубо говоря атакуем вот этих вот всю кучу основную и эти все время но они как бы не двигаются там отбежал там где-то издалека то есть они все равно в радиусе нашего то есть действия то есть если мы видим что на соединиться конечно точно нас на него выключились можно я попросам да вот я так учусь на моем 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 вот допустим это такое ну лоховское со стороны вот допустим если бы я увидел что два человека начинают обходить вот эту команду я бы был здесь я первым делом бы отсек этих двоих то есть сделал бы так чтобы конечно разделить вас но как это же все зависит в каком помещении то не а он что говорит что надо сразу бить суда соединяться конечно допустим вот смотри я понял все смотри вот мы видим что допустим во их надо отщипнуть по одному лучше наверно не каждый я бы отгонял убивал тут по одному ну понятно вот смотри допустим вот и вот хороший удар да вот здесь строится ну то есть мы там более-менее здорово мы я просто прекрасно понимаю моя задача что ну то есть вот ну все как бы во во-первых кто сытут гибнет это первый трассе тут тут топ-здит так весы до грузы тот гибнет это сразу то есть сразу в режим кто кто сыт тот гибнет до режим берсерка надо включить на просто сразу обязательно нужно просто понять что ну ничего все вот важнее этого жизни твоей не будет ничего то есть это вот именно тот самый момент когда ты должен себя проявить вот именно это та самая секунда в которой ты должен быть воином та самая секунда других не будет если ты здесь обосрешься обосрешься во все оставшиеся жизни ты должен доказать сам себе что ты не трус и показать это своим товарищам и вдохновить их чтобы они также с тобой были все и вот просто начинается работа раз раз работаешь на эти эти пытаются эти тоже с этой стороны сеется паника если хороший ударник он здесь одного второго рубанул все эти люди ну потому что где толпа там нет координации если они четко скоординированы как грубо говоря там есть лидер там есть как-то ну нам по-любому хакхана но мы конечно поможете сокол футбольный говоришь опять рассказ макса сломалась бита дух упал да кто-то вылетел 1 рубанул макс тоже рассказывал когда помнишь там в помещении рассказать как тоже такая такой мой опыт такой когда паркуте есть соревнования как это называется иван николаевич привет кубок заполярье и случилось так что я не дрался этом турнире был приглашен туда как гость и короче в итоге я так ну расчувствовался а не дрался это после 5 мира было все и короче самый такой кабак центровой воркуты не кабака клуб и я как бы на радостях начинаю знакомиться с одними девчонками с другими девчонками но в итоге к меня подходит парень начинает выдергивать меня у меня никого настроения нету с ним общаться на меня выскакивает тело по есть я помню каждую драку только это останется в нашей памяти вообще то есть мы дрались 30 на 30 это было 6 минут и ты подходит человек и говорит дай закурить больше камнем боковой то есть для нас 8 в день не подерусь я уже ходил кумарилу начальника стали скача заберу начать и засунул